Всем привет, дорогие друзья, с вами Grand Prix X И сегодня я поменяю тему канала Я буду делать оружие из картона Из Standoff 2 Надеюсь, эта тема вам понравится Если понравится, ставьте лайки А сегодня я для вас сделаю Scorpion CI Если понравится, ставьте лайки Но мы погнали к сборке Для Scorpion нам понадобится любой чертеж Или картинка Обводим ее Обводим Делаем обычную рукоятку И делаем ее поменьше И выстригаем Что нам все выстригли Берем картонку Картонку И ложим на нее наши части, которые мы выстригли Их сейчас нужно будет обвести Обвести рукоятку Часть рукоятки Нужно будет два раза Погнали Когда мы обвели, должно получиться вот так Сейчас я вам желаю все дела Быстричь Когда мы все выстригли У нас должен получиться вот такой вот Scorpion Только он еще не доделанный Переходим к сборке И нужно будет соединить наши все три части вместе Берем наш сам нож и часть рукоятки И нужно склеить вот так Я буду это клеить на ПВА И вы клеите чем угодно Но желательно не суперклеем Но если нет ПВА Или чего-то другого Клейте на суперклей Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы склеили У нас должно получиться вот так И делаем то же самое Только с другой стороны Субтитры создавал DimaTorzok Когда мы все склеили Нужно все придавить Либо какой-то тяжелой вещью Либо как я пальцами У нас получилось все с Scorpion Но пока что без скина И когда он чуть подсохнет Его можно будет красить Чем мы сейчас и будем заниматься Для покраски нам понадобится Маркер черный У меня это перманентный Но он может быть любой Просто черный маркер Нам понадобится краска Либо гуашь, либо акварель Белая Синяя И голубая Берем кисточку Белую краску И начинаем красить Рукоятку Белую краску Белую краску Белая краска Когда мы покрасили рукоятку, ждем пока она подсохнет и приступаем к покраске лезвия. Берем голубую краску, накрываем кисточку и красим, можно сказать, кончик нашего лезвия, как показано на видео. Должно получиться вот так. Когда все подсохло, снова берем синюю краску и продолжаем красить лезвия. Красим так, как показано на видео. Сейчас мне нужно будет провести такие полоски, чтобы был как-то изобразить переход между голубым и синим. Должно получиться вот так. Когда все высохло, берем черный маркер и красим весь нож в черный. Красим, не красим только то место, где мы покрасили лезвие. Теперь доводим до краешка, где мы покрасили лезвие и делаем так, как показано на видео. Это мы делаем затем, чтобы сделать переход между черным и синим. Вот такой на данном этапе нож. Но это не все. Теперь мы хорошенько вымакиваем кисточку в воде. Сейчас нам понадобится салфеточка. Берем голубую краску и слегка мацаем кисточкой голубую краску. Мокрой, очень мокрой, очень мокрой кисточкой. И делаем такие вот пятнышки на лезвии. Тут и тут. Немножие пятнышки. Теперь хорошенько обмакиваем, точнее, обтираем нашу кисточку об салфетку. Чтобы она была полностью сухая. И эти пятнышки мы размазываем, делая переход. Более плавный переход между черным и синим. Размазываем так, как показано на видео. Оно должно получиться вот так. Готово. Остался последний штрих. Берем черный маркер и делаем заклепки на рукоятке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Готово. Смотрим результат. И вот такой, ребята, получился у нас сегодня видосик. И вот такой классный получился нож. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, он похож на Scorpion CI. Первый раз снимаю видео подобного формата. Не знал, как правильно снимать. Надеюсь, вы меня поймете. Поставьте мне лайки. И я буду стараться дальше. И буду снимать для вас видосики. Ну, подписку оформили. Лайк поставили. С вами был я, Гранд Прикс. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok